Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Юлия Азимова, руководитель отдела фундаментальных и клинических исследований Университетской клиники головной боли. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня тема нашей программы «Головная боль». Юлия, вот почему так часто это беспокоит наших жителей? Ну так уж получилось, что в России очень высокая распространенность головной боли, любой головной боли. И в частности, ее самых распространенных форм мигрени, головной боли напряжения. То есть, каждый пятый житель России страдает у нас мигренью. Более того, у нас очень высокая распространенность хронических форм головной боли. То есть, тогда, когда голова болит больше 15 дней в месяц. И доля вот этих вот людей с хронической головной болью составляет примерно 8-9%, тогда как везде в других странах это 1-2 на 5%. И поэтому это действительно очень скрытая такая проблема, еще, может быть, не до конца осознанная, но тем не менее, очень-очень-очень важная. Почему? Потому что мигрень и другие головные боли, если мы говорим о первичных головных болях, вот они крайне-крайне-крайне дезадаптируют людей. Что это значит? Что во время головной боли, сильной головной боли, человек не может нормально работать, нормально функционировать. Даже если он пришел на работу, он не может выполнять работу в том объеме, в котором это требуется, в котором он может это делать. Поэтому мигрень, например, является одним из самых частых причин вообще дезадаптации и инвалидизации, можно сказать, в молодом возрасте. То есть мигрень занимает шестое место среди всех причин и трудоспособности, согласно проведенным исследованиям. Но все-таки это серьезное заболевание, это не просто поболела голова и прошла, этой проблемой нужно заниматься, и нельзя от нее отмахиваться и закрывать глаза, выпить таблетку и забыть. Ну, по крайней мере, убедить себя в этом. На самом деле у большинства людей, страдающих мигренью, часть мигрень легкая. То есть она бывает раз в несколько месяцев, или раз в месяц, и можно выпить таблетку простого обезболивающего, простого безрецептурного анальгетика, и все будет хорошо. Но предметом внимания врачей являются те пациенты, те люди, которых приступы становятся очень частыми, и очень мешающими, и требующими обезболивающих постоянно. И особенно, когда теряется чувствительность к простому обезболивающему. То есть надо искать более сильные анальгетики, какие-то более сильные средства для лечения этой формы головной боли. Вы этим вопросом занимаетесь уже много лет в вашей клинике. Все-таки какие причины и почему возникает головная боль? Вообще причин очень много, но все причины можно разделить на две основные группы. Это первичные, то есть головная боль – это проявление заболевания. Ну, то есть само заболевание, как головная боль. К ним относятся мигрень, головная боль напряжения, и некоторые виды так называемой трегиминальной вегетативной цифалгии, к ней относятся кластерной или пучковой головной боли. Это редкие формы головной боли с очень яркими клиническими проявлениями. И другая группа – это вторичные головные боли, которые являются проявлениями какого-либо другого заболевания. Например, простуда на фоне температуры бывает, что головная боль. Головная боль связана с инфекционным заболеванием. Или же на фоне травмы, или же на фоне каких-то сосудистых образований. То есть причина вторичных головных болей – это другая какая-либо патология. И задача врача – это в первую очередь исключить какие-то вторичные причины, тем более потенциально опасные, и лечить уже, если они исключены, то и лечить первичную головную боль. Надо сказать, что вот этих потенциально опасных причин очень-очень мало. Они бывают реже, чем в одном проценте случаев. Большая часть, конечно, причин головной боли – это мигрень, головная боль, напряжение. Вот эти причины. А все-таки почему у одних часто возникает головная боль, в то время как у других она может быть буквально, не знаю, пару раз в год? Здесь три блока основных причин. Первый блок – это само течение заболевания, действительно, биология этого заболевания. Если говорить о той же мигрени, то она может быть такой прогрессирующей, такой плохо протекающей, то есть прогрессирует постоянно. Другой блок – это неправильное лечение. А здесь два полюса. Есть пациенты, которые принимают анальгетики избыточно. То есть даже если голова не болит или она болит очень слабо, они все равно принимают анальгетик, чтобы не развилась эта головная боль. Из-за этого происходит так, что очень много потребляется обезболивающих, очень много принимается анальгетиков, и возникает от них зависимость. Другой полюс – это, наоборот, люди терпят головную боль. Терпеть головную боль тоже нельзя, потому что любое стимулирование болевых систем приводит, в конце концов, к хронической головной боли. И третий блок – это сопутствующие заболевания. Самыми мощными провокаторами головной боли являются тревога, стресс, депрессия и лишний вес, гиподинамия, нарушение сна. Если есть все эти факторы, то высокий риск также возникновения тяжелой хронической головной боли. Вы сказали про анальгетики. Если ими злоупотреблять, к чему это может привести? Вообще, есть такая форма головной боли, называется абузустная головная боль или головная боль, связанная с повышенным содержанием анальгетиков. Это очень тяжелая форма, и действительно, как специалист говорю, действительно очень тяжело дечить. Пациенты на фоне какой-то имеющейся у них головной боли, чаще всего мигрени, начинают принимать избыточное число обезболивающих. Если говорить о анальгетиках, простых анальгетиках, таких как ибупрофен, парацетамол, то это больше 15 дней в месяц. Если говорить о комбинированных анальгетиках, особенно содержащих кофеин, или даже кодеин, или же о специфических средствах для снятия приступа мигрени, трептанах, есть такие лекарства для снятия мигренозного приступа, то это 10 дней в месяц. То есть, если вы превышаете это количество обезболивающих, то уже велик риск развития зависимости от этих обезболивающих. Что это такое? Что в конце концов организм перестает отвечать на них. Но если вы их отмените, то возникнет такая головная боль отмена, очень сильная, интенсивная, и она будет заставлять все равно принимать этот анальгетик, который в принципе не будет работать. Это, конечно, замкнутый круг, который приходится рвать, лечить. Как в этом случае справляются врачи? Вот что они могут предложить? Врачи предлагают, прежде всего, профилактическое лечение той формы головной боли, которая лежала в основе обудовственной головной боли, потому что обудовственная головная боль, она не развивается сама по себе. Люди не принимают таблетки, анальгетики, потому что они вкусные. Их, конечно, толкает на такой избыточный прием, тяжелая форма головной боли. И мы проводим профилактику. К сожалению, если есть специальные таблетки для лечения, для снятия приступа мигрени, трептана, как я уже упомянула, то специальных средств для профилактики мигрени, их нет пока. То есть они есть, но их нет продажи. Но разработки ведутся, и в самое ближайшее время появятся эти препараты. Нам же нужно как-то обнадежить людей, которые страдают этим заболеванием. Конечно, но вот действительно ситуация с тем, что с отсутствием препаратов для профилактики мигрени, она беспокоила научную умы достаточно долго. И искали точку приложения, и наконец нашли такую молекулу, называется кальцитонин генродственный пептид. Этот пептид, он существует у нас в организме, чтобы проводить боль, и возникал приступ мигрени. Были созданы моноклональные антитела к кальцитонин генродственному пептиду. Это новая высокотехнологичная, так называемая, таргетная терапия. То есть это молекула, белковая молекула, которая воздействует только с этим кальцитонин генродственным пептидом, а не с чем другим. Из-за этого препараты характеризуются очень высокой эффективностью и очень высокой степенью безопасности. В общем-то клинические исследования, в том числе в России, были проведены. И мы надеемся на появление этих препаратов в ближайшее время. Наши пациенты очень надеются, что это даст облегчение. То есть это было бы уже таким прям праврывом, да? Да, это праврыв. И помощью для, конечно же, людей, страдающих этим заболеванием. Конечно, да. Я думаю, что надеюсь, что это будет действительно революция. Юлия, если голова болит, что делать? Терпеть или выпить обезболивающее, или его не пить? Что делать? Как поступать к человеку, у которого очень сильно болит голова? Смотря какая-то ситуация. Если у вас впервые в жизни очень сильно заболела голова, так как не болела никогда раньше, то это, наверное, повод немедленно обратиться к врачу. А в любом случае, если боль приносит значимое страдание, и боль нужно обезболить, здесь можно использовать простые анальгетики, такие как ибупрофен, напроксен, процетамол, чтобы обезболить себя. Но обязательно, обязательно срочно обратиться к врачу. Если же приступы повторяются, и недостаточно редкие, и не помогают простые анальгетики, то, в общем-то, тоже рекомендовано посоветоваться у врача. Возможно, врач диагностирует мигрень, и пропишет уже специальные средства для лечения мигрени, те же трептаны. А если же голова болит каждый день, и обычные анальгетики перестали помогать, то, соответственно, опять же-таки надо обратиться к врачу и назначить профилактическое лечение. Когда, в общем-то, можно лечиться самому, и подбирать терапию самому. Наверное, когда приступы, в общем-то, уже достаточно долго у вас, и они повторяющиеся, они стереотипные, они редкие, они снимаются простыми обезболивающими, тогда, в общем-то, это вариант или такой доброкачественной мигрени, или вариант доброкачественной головной боли напряжения. В общем-то, здесь можно обходить к самолечению. Но в любом случае нельзя откладывать поход к специалисту. Лучше даже, если головная боль, сильная головная боль единожды возникла, лучше лишний раз обратиться за помощью к врачу. Я думаю, да. Потому что пациентов, конечно, очень много, и не всегда помощь доступна. Но рано или поздно показаться доктору или, например, будучи на приеме у терапевтов, упомянуть о своей головной боли, это необходимо. По крайней мере, чтобы исключить какие-то другие причины. Сегодня в нашем разговоре вы уже упоминали кластерную головную боль. Что это такое? Кластерная головная боль – это очень редкая форма головной боли. Но она встречается где-то у 1% населения. Но, тем не менее, она очень драматичная. Чаще всего она бывает у молодых мужчин и протекает такими обострениями или кластерными, почему кластер называют, или пучками. Чаще всего эти кластеры или пучки возникают как раз в это время. Сейчас самый сезон кластерной головной боли. И более того… То есть, получается, в межсезонье перепады давления, температур вверх-вниз? Скорее нет. Скорее нет. Потому что в основе кластерной головной боли лежит нарушения такие циклические. И здесь прибавка светового дня играет роль. Да. У нас есть такая железа в головном мозге, называется гипоталамус, который как раз генерирует эти приступы. И вот также в этом гипоталамусе там регулируется цикл сон-бодрствования и регулируется также такое сезонное поведение. И вот смена сезона, именно длина светового дня, она провоцирует, может провоцировать именно кластерную головную боль. Вокруг, конечно, кластерной головной боли очень много такого интересного для специалистов. Но что пациентам надо знать, что это очень интенсивные головные боли. Как правило, односторонние. Возникают у молодых мужчин. Сопровождается слезотечением, покраснением глазом. Может опуститься века с этой стороны. Может быть отделяемые из носа. И такой приступ, он длится где-то минут 20, ну, до часа. И, как правило, ничем не снимается, потому что если выпить анальгетик, то он не успевает подействовать. Уже вот этот приступ пройдет сам. Но это интенсивнейшая боль. Вот сопровождается очень такой яркой психологической реакцией. То есть человек не может найти себе места, он мечется по комнате от этой интенсивной боли. И, конечно, нужно лечение самого вот этого пучка, самого обострения, нежели снятие вот этих вот самих приступов. И что же делать? Какие варианты предлагают? Какие методы лечения врачи? Опять же таки, по всей видимости, те же моноклональные тела, которые мы обсуждали, они будут эффективны для кластерной головной боли. Пока тоже мы используем препараты для снятия артериального давления, используем препараты, гормональные препараты, для оккупирования этого пучка, для снятия пучка. Но надеемся, что будут и специфические средства тоже в ближайшее время. Какие на сегодняшний день существуют методы диагностики головной боли? Тоже очень интересный вопрос, потому что пациент ко мне приходит с ворохом обследований ЭГЭ, УЗИ, РЭК и очень много других слов на три буквы, которые совершенно неинформативны при головной боли. То есть показывают все, что угодно, но только не то, что нужно для специалистов. Да. Потому что головная боль – это диагноз клинический, прежде всего. И пациенты удивляются. Я смотрю даже в социальных сетях, обсуждают пациента, как так, доктор поводил молоточком, поспрашивал, уже диагноз есть. Действительно, критерии головной боли, они клинические. И наши дополнительные методы, такие как МРТ или КТ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, они направлены на то, чтобы исключить какие-то вторичные причины. Да, сосудистые, травматические и так далее. Но основной у меня это все-таки постановки диагноза – это клинические. И врач назначает обычно компьютерную томографию или МРТ где-то 5% пациентов, у которых есть какие-то настораживающие симптомы. Остальным никаких обследований не нужно. То есть достаточно просто прийти к специалисту, и уже он соберет все необходимые клинические исследования. Но также я что рекомендую пациентам? Есть пациенты, которые очень смущают. Ну, только клиническая диагностика, обязательно нужно какое-то инструментальное подтверждение. Если, к примеру, доктор посмотрел вас и только клинически оценил, назначил лечение, и у вас осталось какое-то внутреннее чувство, что, в общем-то, не все сделано, ну, можно сделать КТ или МРТ, чтобы убедиться, что все в порядке. Потому что вот это вот спокойствие – это очень важный аспект также лечения мигрени и головной боли напряжения. Снятие тревоги, снятие опасений за свое здоровье – уже колоссальное наружение. Уже, наверное, пол-дела успеха. Да. 50% успеха. Юля, я уже говорила о том, что вы много лет занимаетесь наукой, все-таки, как кандидат в медицинских наук, как вы считаете, возможно ли, что мы в будущем полностью избавимся от головной боли? Ну, сейчас все-таки технологии не стоят на месте. Ну, здесь очень сложно говорить об этом, потому что, конечно, вот если говорить о самой такой важной, самой значимой форме головной боли – мигрени, есть наследственная предрасположенность, мы можем говорить о генной инженерии, генной терапии. Мигрень имеет наследственную предрасположенность, но есть очень редкие формы мигрени – это семейная гемоплегическая мигрень. То есть, что это такое? Это когда перед головной болью возникает зрительное нарушение в виде зигзага или ярких вспышек, дальше может возникать онемение, и мышечная слабость, то есть, рука или нога, они теряют свою силу. И это заболевание, оно наследуется, и известны гены, три гена этого болезни, и здесь можно вмешиваться, здесь можно обсуждать генную терапию в будущем. Но что касается обычной мигрени, да, есть наследственная предрасположенность, но этих генов, которые вызывают наследственную предрасположенность, их очень-очень много. И такая целая мозаика, вот можно выстроить этих генов, которые вызовут мигрень, или, например, хроническую мигрень, или мигрень с нарушениями сна и так далее, потому что этих форм очень-очень много. Но избавить человечество полностью от головной боли, наверное, не получится, но контролировать ее, это очень-очень важно. Здесь все в наших руках. Важно информировать людей, когда надо обратиться к врачу. Важно, чтобы врач знал, что нужно делать, что назначить этому пациенту. Ран назначал профилактику, чтобы уже не было вот этих вот запущенных хронических форм с обузовной головной болью. И, конечно, чтобы стрессовых жизненных событий было меньше, активная жизненная позиция была у людей, чтобы контролировать депрессию, тревогу, в общем-то, благополучие здоровья, общее благополучие. И тогда можно говорить уже о том, что приступов головной боли, может быть, станет меньше. Ну, можно утверждать это. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова